Но допустить, чтобы наша страна зависела от поставок западной продукции, мы не можем. Опыт последних лет нас многому научил. Таким образом, задача ускорения развития страны приобрела сегодня первостепенное политическое, экономическое и социальное значение. Нам предстоит осуществить новую техническую реконструкцию народного хозяйства, качественно преобразовать материально-техническую базу общества. Решение этой задачи – дело безотлагательное, дело общепартийное и общенародное. И сделать это надо в кратчайший исторический срок, обеспечив выход страны на передовые рубежи производительности труда и эффективности экономики. Воплотить намеченное можно только на пути интенсификации производства, ускорения научно-технического прогресса. Актуальность проблемы усиливается еще и тем, что наступает новый этап научно-технической революции, обеспечивающий многократное повышение производительности труда, огромную экономию ресурсов, улучшение качества продукции. Образно говоря, оседлать научно-технический прогресс должны и мы. И нового выхода просто нет, если к этому добавить, что их экстенсивные методы развития нами в основном исчерпаны. Расчеты показывают, если мы станем и дальше обеспечивать намеченный прирост национального дохода на прежней, в значительной мере экстенсивной основе, то для этого потребуется каждую пятилетку увеличивать добычу топлива и сырья на 10-15%, объем попложений на 30-40%, а в народное хозяйство вовлекать дополнительно по 8-10 миллионов человек. Но таких возможностей мы просто не имеем. Да и необходимости в этом нет. Ведь так называемый дефицит – это результат наших экстенсивных методов роста. Строго же говоря, мы остаемся самой обеспеченной ресурсами страной. Важно по-хозяйски ими распорядиться. Сегодня, когда партия идет навстречу 27-му съезду КПСС, когда готовятся программные документы съезда, важно осознать, что без ускорения научно-технического прогресса, без революционных изменений в интенсификации экономики нам не обойтись. И потому во всех этих документах и прежде всего в основных направлениях экономического и социального развития страны на 12-ю пятилетку и до 2000-го года должны быть заложены новые подходы, обеспечивающие крутой поворот к интенсификации и энергичную поступку научно-технического прогресса. Политбюро ЦК недавно обсудило проект основных направлений и в целом поддержало намеченные в нем ориентиры и рубежи. Но были высказаны серьезные замечания, требующие доработки проекта. В нем еще не удалось заложить меры, обеспечивающие ряду отраслей переход на рельсы преимущественно интенсивного роста, углубить структурную перестройку экономики, добиться необходимой концентрации капиталовложений на приоритетных направлениях развития народного хозяйства, сбалансировать все показатели. Работа над проектом должна быть продолжена госпланом, министерствами и союзными республиками, производственными объединениями и предприятиями. Контрольные цифры основных направлений до них доводятся. Причем намечаемые рубежи у повышения эффективности производства надо считать минимальными. Главное сейчас состоит в том, чтобы в центре и на местах изыскать и привести в действие все резервы повышения эффективности производства, качество продукции, более полного удовлетворения общественных потребностей. Все наши кадры должны понять жизненную необходимость переориентации каждого предприятия, отрасли, всего народного хозяйства на интенсивный путь развития. Год назад на совещании в ЦК КПСС, в котором участвовали министры, об этом говорилось со всей ясностью. Однако правильные выводы из того разговора сделали далеко не все. Кое у кого, как говорится, в одно ухо вошло, в другое вышло. А подходы, как были вчерашними, так и остались. Продолжая мыслить категориями экстенсивного развития, многие руководители министерств и ведомств стремятся выбить как можно больше коопложений, других ресурсов, а планы производства получить поменьше. Завидную настойчивость в борьбе за дополнительное выделение средств и снижение намечаемых плановых показателей проявляет Минжевмаша товарищ Беляк. Не лучшую позицию заняло Министерство строительных материалов СССР возглавляемой товарищем Яшиным, да и некоторые другие министерства и ведомства. На поводу иждивенческих настроений мы, конечно, не пойдем. Непонимание ситуации, нежелание перестраиваться в ведомственность не должны возобладать над общенародными интересами. Думаю, с руководителями, рассчитывающими вновь тянуть страну в огромные необоснованные расходы нам не по пути. Требовательность за повышение эффективности вложений необходимо предъявить и к местным руководителям. Желание побольше заполучить ресурсов, не задумываясь о последствиях, стало своего рода стилем работы некоторых партийных и советских органов. И таких фактов, к сожалению, немало. В свое время по инициативе Крайкома и при поддержке ряда министерств и Госплана СССР были приняты крупные решения по развитию производительных сил Красноярского края. Это большой, перспективный регион. Его надо всемирно развивать. Но, очевидно, и на стадии подготовки этих серьезных решений, и особенно в последующем, при их реализации должным образом не были учтены все вопросы нового строительства, не изучены возможности для освоения миллиардных капитальных вложений. Как результат, огромные потери. Десятки предприятий, электростанции недостроены, затраты не дают должной отдачи. Мы праве потребовать от плановых, хозяйственных органов, да и партийной организации навести порядок, обеспечить, чтобы большие затраты государства давали быструю отдачу, а не замораживались в сибирской земле. Вообще, товарищи, ведущие крупные индустриальные регионы должны показывать пример рачительного хозяйствования, использования интенсивных методов развития. Центральный комитет, как и в прошлом, так и на перспективу, возлагает большие надежды на рабочий класс, интеллигенцию Москвы, мощный научно-производственный потенциал столицы. Хотелось бы еще раз поддержать значительную работу, которую ведет Ленинградская партийная организация по переводу экономики на рельсы интенсификации. На днях первый секретарь Челябинского обкома партии, товарищ Ведерников, рассказал, что подготовлена программа по реконструкции ряда предприятий области. Только на Челябинском тракторном заводе намечается за счет реконструкции увеличить объем производства в полтора раза при уменьшении работающих на 10 тысяч человек, снизить расходы металлургического и другого средя. Некоторые заинтересованные министерства и Госплан формально поддержали инициативы челябинцев, однако, похоже, этим и ограничились. И вообще что-то челябинцам не везет в этом деле. В свое время было принято решение о реконструкции на челябинском трубопрокатном заводе Стана-1220 и переводе ее на выпуск труб большого диаметра. Затраты на эти цели в сумме 150 миллионов рублей позволили бы ежегодно экономить по 150 миллионов рублей инвалюты и отказаться от закупки части труб за рубежом. Нужное, выгодное дело, но и оно заглохло. Видимо, за волокиту неспособность подходить к делу по-государственному настало время спрашивать и спрашивать со всей серьезностью с каждым, кому положено выполнять принятые решения. ЦК КПСС вправе рассчитывать на большой вклад в ускорение научно-технического прогресса и экономического подъема страны таких крупнейших научно-индустриальных центров как Свердловский, Харьков, Новосибирский, Донецк, Омский и Горький и других. Это тем более необходимо, поскольку резервы многих из них используются далеко и далеко не полностью. Все это, товарищи, говорится к тому, чтобы сейчас, в оставшееся время работы над основными направлениями и при подготовке пятилетнего плана на всех уровнях был проявлен такой подход, который обеспечил бы не только безусловные достижения показателей заложенных в проекте, но и их улучшения. Ориентир тут один. При меньших затратах мы должны взять более высокие рубежи 12-й пятилетки. Такова экономическая и, если хотите, политическая задача. Преимущества социалистического способа производства неисчерпаемы. Как никакая другая страна, мы можем мобилизовать имеющиеся у нас огромные резервы, концентрировать средства на генеральных направлениях научно-технического прогресса. Плановость экономики, активное творчество масс открывает простор развитию народного хозяйства. Не все из этих преимуществ мы научились как следует использовать. Порой и цепко держимся за старое. В общем, товарищи, у нас гигантские возможности роста и надо их привести в действие. Хотелось бы далее высказать в принципиальном плане соображения об основных направлениях предстоящей работы. Начать следует с главного, с крутого изменения инвестиционной и структурной политики. По существу мы должны провести комплексную, строго контролируемую работу по переносу центра тяжести с нового строительства на техническое переоружение предприятий, с увеличения добычи ресурсов, форсирования этой работы на их всемирную экономию, с традиционного наращивания объема производства на обеспечение резкого повышения качества продукции. И делать это нужно уже сейчас на стадии формирования текущих и перспективных планов. В противном случае время будет упущено. Нематериализованные в планах идеи останутся пустым звуком. Важно без колебаний отказаться от сложившейся в прошлом стереотипа хозяйствования, при котором главным методом роста производства считалось новое строительство. На него направлялись основные капитальные вложения. Сюда шли даже амортизационные отчисления предприятий, предназначенные для реновации. Сюда же устремлялся основной поток нового оборудования. Многие действующие предприятия длительное время технически не перевооружались и не модернизировались. Из них, как говорится, лишь выжималось все возможное. Вследствие старения производственного аппарата непомерно разбухло сфера капитального ремонта. В прошлом году на эти цели израсходовано 35 миллиардов рублей. В ремонтных цехах занята четвертая часть станочного парка страны и 6 миллионов работников. Затрачивается почти пятая часть черных металлов. Такова общая картина, но за ней стоят конкретные отрасли, объединения и предприятия, их руководители. Надо прямо сказать, что многие хозяйственники, да и партийные работники свыкли со сложившимся положением, обществу все это обходится слишком дорого. Сейчас никто не оспаривает, что отдача капитальных вложений в реконструкцию примерно вдвое выше, чем при новом строительстве. Но прежние методы хозяйствования живучие. Посмотрите на черную металлургию. За 15 лет отрасли выделено 50 миллиардов рублей капитальных вложений. Как же распорядились Минчермети этими средствами? Большая часть из них направлена на новое, к тому же не комплексное строительство. Тогда как реконструкции и техническому перевооружению предприятий должного внимания не уделялось. Из-за неправильной технической политики коллегии Минчермети СССР и его министра, товарища Казанца, отрасль не справилась с выполнением ни 10-й, ни 11-й пятилетки. Не удовлетворяет потребности народного хозяйства у качественной металлопродукции. Положение дел здесь требует кардинальных перемен. Одним словом, товарищи, соотношение между новым строительством и техническим перевооружением действующих предприятий нам надо решительно менять. Намеченный на этот счет Госпланом и министерствами некоторые сдвиги в 12-й пятилетке нельзя признать удовлетворительными. Долю средств, направляемых на реконструкцию в общем объеме производственных капитальных вложений, нужно уже в ближайшие годы поднять с одной трети по меньшей мере до половины. Дело это непростое. Без новостроительства нам не обойтись. В этом деле должна быть полная ясность. Ввести его нужно, когда исчерпаны возможности наращивания производства на действующих мощностях или для решения современных задач технического прогресса. Но в стране начато слишком много строек. С ними следует внимательно разобраться. Сооружение одних объектов ускорить, других приостановить или временно законсервировать. Тут нужен государственный подход. Это касается не только Госплана и Госстроя СССР, но и министерств всех центральных, республиканских и местных органов. Вместе с тем надо провести всеобщую инвентаризацию производственных фондов, наметить перспективную программу технической реконструкции каждого предприятия, каждой отрасли. В ближайшее время доля выбытия основных фондов, особенных активной части, должна быть удвоена. С учетом ввода строящихся объектов, это позволит уже к концу 12-й пятилетки более чем на треть обновить наш производственный аппарат и иметь в ее составе до 50% новой техники. Хотелось бы к этому добавить, что нам нужно не любое обновление производства, а только такое, которое сопровождается внедрением самой передовой техники, дает наивысший экономический и социальный эффект. При посещении ЗИЛа обсуждался вопрос о его реконструкции. Автозаводцы готовятся к выпуску грузовика с дизельным двигателем. Его грузоподъемность увеличится, расход горючего на 100 километров пробега снизится с 29 литров до 19. Огромный эффект. Но, как оказалось, не все вопросы реконструкции нашли правильное решение. Предусматривалось, например, дополнительно привлечь 25 тысяч человек. Разве это разумно? Особенно в условиях города Москвы. Сейчас руководство ЗИЛа внесло предложение по улучшению проекта, чтобы достичь намеченного без увеличения численности работающих. Что же это, как говорится, другое дело, и такую позицию можно поддержать. Крупнейшей и чрезвычайно острой проблемой инвестиционной политики является соотношение между капитальными вложениями в ресурсодобывающие, перерабатывающие и потребляющие отрасли. Советский Союз располагает мощным топливно-энергетическим комплексом. Но наращивать добычу топлива и сырья все труднее. Между тем, многие страны пошли более рациональным путем. Путем всемирной экономии, широкого внедрения ресурсосберегающих технологий. Это обходится в 2-3 раза дешевле. Положительный опыт ресурсосбережения имеется и у нас. Так, Минэлектротехпром рост производства продукции в 11-е пятилетки обеспечил без увеличения потребления основных материалов. Хотя и здесь резервы еще большие. Ресурсосбережения должно быть одним из главных направлений инвестиционной политики. Задача состоит в том, чтобы на 75-80% удовлетворить прирост потребности народного хозяйства в топливе, сырье и материалах за счет их экономии. Это позволит стабилизировать долю капитальных вложений, направляемых на добычу топлива и сырья. В проведении инвестиционной политики важны продуманность, последовательность, быстрые достижения народно-хозяйственного эффекта. Конечно, неизбежна и определенная очередность в осуществлении тех или иных мер. Но, коль мы наметили какие-то задачи, то решение должно быть полным, комплексным, быстрым и энергичным. Нельзя допускать размазания капитальных вложений по принципу всем сестрам по серьгам. В новой пятилетке надо более решительно идти на концентрацию капитальных вложений. Возьмем отрасли агропромышленного комплекса, призванные решить задачи, поставленные в продовольственной программе. Сейчас, когда мы разрабатываем основные направления на 12-ю пятилетку, необходимо предусмотреть выход на рубежи программы. Потенциал в этом секторе нашей экономики создан огромный. Мы достигли здесь разумных пределов наращивания капитальных вложений, но отдача от них пока не удовлетворяет. Одна из причин тому – слабая концентрация ресурсов на решающих участках, непропорциональность в развитии отраслей. Мы держим большое поголовье скота, но продуктивность его низка, из-за слабой кормовой базы. Техники в сельское хозяйство поставляется довольно много, и этот поток будет нарастать, но в колхозах нет соответствующей базы ремонта и технического обслуживания. Сейчас уже имеются реальные условия для широкого внедрения интенсивных технологий, возделывания культур, но ведется дело очень медленно. Не раз говорилось об эффективности вложений в развитие сферы заготовок, хранения, транспортировки и переработки сельхозяйственной продукции. Но ощутимых сдвигов к лучшему пока не видно, и почти пятая часть выращенного урожая теряется. Вот этими вопросами и надо заняться в первую очередь органам по управлению АПК страны. Товарищи, в перевооружении народного хозяйства, в осуществлении научно-технической революции главенствующая ключевая роль принадлежит машиностроению. Нам предстоит коренным образом изменить отношение к машиностроительному комплексу. Госплан СССР, другие центральные органы, на словах отдавая должные роли машиностроения, на деле в течение длительного времени не выделяли для его развития достаточных средств. Из всех производственных коопложений в 11-й пятилетке в гражданское машиностроение направлено лишь около 5%. Нельзя не обратить внимание, что в тяжелые транспортные машиностроения вкладывается в 28 раз меньше коопложений, чем в отрасли, для которых в основном предназначены эти машины, а в машиностроении для сельского хозяйства в 18 раз. Производство машин и обороны для легкой и пищевой промышленности в 23 раза, в химическое и нефтяное машиностроение в 47 раз меньше. Вполне оправданно, что при таких превосходящих объемах коопложений в отрасли, потребляющие продукцию машиностроения, можно осуществить частичное их перераспределение. Следовало бы еще раз вернуться к этому вопросу, чтобы в 1986-1990 годах увеличить капитальные вложения для гражданских машиностроительных министерств в 1,8 два раза в сравнении с 11-й пятилеткой. Это отвечало бы интересам технического переоснащения нашей экономики. В первоочередном порядке должно быть реконструировано само машиностроение. Для его перевооружения требуется резко увеличить производство современных станков кузнечно-прессового, литейного, сварочного и другого прогрессивно-технологического оборудования. Одному Минстонкомпрому справиться с этой задачей будет не под силу. Видимо, необходимо, по примеру оборонных отраслей, в каждом машиностроительном министерстве широко развернуть выпуск специального оборудования для собственных нужд. Да и вообще, опыт оборонных отраслей надо использовать в полной мере. Мы такую работу начали, следует ее активно продолжать. Катализатором современного научно-технического прогресса, как известно, является развитие микроэлектроники, вычислительной техники и приборостроения всей индустрии информатики. Они оказывают решающее влияние на эффективность средств труда, технологических систем во всех отраслях. Вот примеры. В научно-производственном объединении энергии гибкие автоматизированные участки, оборудованные отечественными обрабатывающими центрами и вычислительной техникой, дают шестикратное повышение производительности труда. Применение системы автоматизированного проектирования в конструкторских бюро авиационной промышленности позволило повысить производительность труда в три раза и сократить срок проектирования изделий на два с половиной года. Это действительно новая техника, влекущая за собой революционные перемены в производстве. В последние годы ЦК КПСС и Совет Министра УССР приняли ряд крупных решений под таким ключевым направлением развития машиностроения, как гибкие автоматизированные производства, роторные и роторно-конвейерные линии, разработка, выпуски, применение вычислительной техники в народном хозяйстве, системы автоматизированного проектирования. Они направлены на создание новых технологических процессов, в том числе заводов-автоматов, работающих по так называемой безлюдной технологии. Тем самым закладывается серьезная база мощного подъема советского машиностроения, как основы технической реконструкции народного хозяйства. Это магистральное направление нашего развития, и его надо твердо выдерживать сейчас и в будущем. Товарищи, передовая линия борьбы за ускорение научно-технического прогресса в народном хозяйстве прорегает через науку. В стране создан мощный научно-технический потенциал. На развитие науки выделяется около 5% национального дохода. Успехи советских ученых в различных сферах знаний и технического прогресса общепризнанных. Можно гордиться фундаментальными достижениями в исследовании космоса, математики, механики, термоядерного синтеза, квантовой электроники. Хорошие результаты достигнуты в таких областях, как ядерная энергетика, исследование строения земной коры, в том числе с помощью самой глубокой в мире скважины, изучение мирового океана, синтез органических соединений. Создание прогрессивных материалов и технологических процессов. Определенные достижения есть в генетической и клеточной инженерии, способные революционизировать процессы создания новых, высокопродуктивных сортов растений и животных, устойчивых к заболеваниям и неблагоприятным климатическим условиям. У нас немало первоклассных институтов, конструкторских бюро, творческих кадров. Почти по каждому направлению есть научно-технические разработки высокой эффективности. Это и роторно-конвейерные линии, многократные повышающие производительность труда, автоматизированные системы сварки, малогабаритные прессы сверхвысоких давлений и современные ковочные машины, обеспечивающие существенное сокращение отходов металла в машиностроении, высокоэффективные типы полимерных материалов и многое другое. Вместе с ним, товарищи, мы можем и должны получать от науки несравненно больший эффект. На задачи науки мы должны взглянуть по-новому, сквозь призму требований времени, требований решительного поворота ее к нуждам общественного производства, а производства лицом к науке. С этих позиций должны быть проанализированы и укреплены все звенья цепи, соединяющие науку, технику и производство. Ядром отечественного научного потенциала естественно является Академия наук СССР, где сосредоточены наиболее квалифицированные кадры ученых. Многие институты академии это исследовательские центры мирового класса. Однако предстоит еще немало сделать, чтобы деятельность всех институтов была на уровне, достойном академии, пополняла сокровищницу знаний новыми открытиями. Приоритетное значение нужно придать развитию фундаментальной науки. Именно она выступает в качестве генератора идей, открывает прорывы в новой области, дает выход на новый уровень эффективности. Фундаментальные исследования — дело слишком ответственное, чтобы мириться со слабостями, допускать медлительность и нерасторопность в их развертывании. Нужно круто повернуть академические институты в сторону расширения исследований, имеющих техническую направленность, повысить их роль и ответственность за создание теоретических основ, принципиально новых видов техники и технологий. Здесь у нас богатые традиции. Вспомните плеяду советских ученых, лидеров в развитии технических наук, академиков Бардина, Лебедева, Туполя, Курчатова, Королева. Нет сомнения, что эти традиции будут приумножены. Следовало бы подумать в этой связи и о создании отделения по проблемам машиностроения. Весьма эффективна организация в рамках Академии наук СССР комплексных межотраслевых научно-технических центров по опыту Института электросварки имени Патона и других научных учреждений. За это высказываются партийные работники, многие ученые и специалисты. Такие центры в состоянии быть головными организациями, координирующими фундаментальные исследования и всю работу по важнейшим межотраслевым научно-техническим направлениям. Возглавить их могли бы наиболее крупные ученые и специалисты, имеющие опыты научной и организаторской работы. В составе подобных центров, видимо, целесообразно иметь КБ, проектные организации и опытные предприятия. Таким путем мы решили и проблему освоения космического пространства, энергии атома. Отказываться от этого ценного опыта было бы неразумно. Пора уже перевести это дело на практические рельсы. Президиум Академии наук СССР и Госкомитет по науке и технике должны подготовить и внести предложение. Большими резервами располагает вузовская наука. Два десятка лет, если не больше, мы говорим о необходимости эффективного использования этого огромного научного потенциала, о том, чтобы ликвидировать ведомственную разобщенность между исследовательскими учреждениями, вузами и производством, а положение меняется очень медленно. По имеющимся оценкам, вузы могут увеличить объем научно-исследовательских работ в два-два с половиной раза. Чтобы кардинально повысить здесь народно-хозяйственную дачу, нужно изменить порядок планирования, ввести новые критерии оценки, усовершенствовать систему рычагов и стимулов, увязав все это с получением реального эффекта, передать вузам предприятия для создания экспериментальных производств. Выгоду мы получим двоякую. С одной стороны, приумножим наш научно-технический потенциал и повысим эффективность его использования. А с другой, создадим условия для более качественной подготовки специалистов, которые уже с вузовской скамьи будут широко вовлечены в творческую работу по совершенствованию производства. Но особые, я бы сказал, жесткие тремония должны быть предъявлены к отраслевой науке. Государство несет огромные затраты на содержание отраслевых, научных и технических организаций. Здесь сосредоточено более половины ученых страны. Сюда направляется около 90% всех ассигнований на исследование и разработки. К подчинению только промышленных министерств, сотни научно-исследовательских учреждений, проектно-технологических и конструкторских организаций. Конечно, результаты деятельности многих из них выражены в научно-техническом облике отрасли весьма низкие. Минхимпром, например, буквально оброс множеством различных научных учреждений и опытных производств. Но именно в этой отрасли выявились крупные недостатки в разработке новых материалов и технологий, допущено отставание в научных разработках и такое положение не только у химиков. Возьмёмся союзный алюминиево-магниевый институт Минцвета СССР. Здесь были сконструированы мощные электролизёры для производства алюминия. Сейчас, когда их выпущено более 350 штук, выяснилось, что из-за конструктивных ошибок они работают с большим превышением расхода топлива против проектного показателя. Теперь для доводки этих установок требуется дополнительно миллионы рублей. Главная слабость отраслевой науки, как это ни парадоксально, в оторванности от производства. В целях её преодоления следовало бы уже сейчас многие из отраслевых институтов и проектно-конструкторских организаций включить в состав объединений предприятий, усилив тем самым заводской сектор науки. Наряду с этим надо бы вообще разобраться с тем, насколько современным потребностям отвечает существующая сеть отраслевых научных учреждений и организаций. В текущей пятилетке Госкомитет по науке и технике предпринимал такую попытку, но до конца дело не было доведено. Очень важно придать новый импульс всей работе по развитию сетей крупных научно-производственных объединений, которые должны стать подлинными форпостами научно-технического прогресса. Как стали ими научно-производственные объединения «Клеоген-Наш», «Светлана», объединения по производству смазочного оборудования и ряд других. Пока что внимания этому важному делу недостаточно. В такой огромной стране, как наша, их насчитывается всего 250, да и им и не созданы надлежащие условия. Повышение эффективности науки в большей степени зависит от состояния опытно-экспериментальной и проектно-конструкторской базы, которая из-за наших, надо прямо сказать, просчетов сильно отстала в своем развитии и тормозит внедрение научных открытий и разработок. Проблема развития опытной базы, обеспечения научной аппаратурой и приборами должна быть решена и как можно быстрее. Здесь мы также ждем конкретных предложений от Академии наук СССР и Госкомитета по науке и технике и других учреждений. Немаловажную роль в ускорении научно-технического прогресса должно сыграть техническое творчество трудящихся. Необходимо основательно улучшить работу с изобретателями и рационализаторами, найти форму отбора новшеств и обеспечить скорейшее их внедрение. Стоит внимательно отнестись к предложениям о создании консультационных и внедренческих организаций, инженерных фирм и так далее. Должна быть обеспечена действенность защиты отечественных изобретений. По примеру Ленинского декрета об изобретателях и с учетом опыта других развитых стран, нам следовало бы разработать и принять закон СССР об изобретениях. СК КПСС, советское правительство, рассчитывает, что ученые из страны вся научно-техническая интеллигенция близко к сердцу воспримут те задачи, которые выдвигает партия, не пожалеет сил для ускорения научно-технического прогресса. Товарищи, как вы хорошо понимаете, ускорение научно-технического прогресса настоятельно требует глубокой перестройки системы планирования и управления всего хозяйственного механизма. Без этого все, о чем мы сегодня говорим, может остаться лишь благим пожеланием. Вот уже много лет мы ходим вокруг этих проблем, примиряемся, как лучше к ним поступиться. Но реального продвижения вперед мало. Мешает, по-видимому, и боязнь ошибиться, пойти на решительные действия, а порой и явный консерватизм. И сегодня мы сталкиваемся по существу с теми же проблемами, которые возникли десятилетия назад, но стали более острыми. Все нагляднее убеждаемся, что инерция, пробуксовка в этой работе дальше недопустима. Из опыта минувшего нужно сделать серьезные политические и практические выводы, не теряя времени перейти к созданию высокоэффективной системы планирования и управления. Главное направление перестройки хозяйственного управления нам, в принципе, ясно. Оно в более глубоком и всестороннем использовании преимуществ социалистического хозяйства. Мы должны идти по линии дальнейшего крепления развития демократического централизма. Повышение эффективности централизованного начала в управлении и планировании. Значительное расширение хозяйственной самостоятельности и ответственности предприятий и объединений. Активное использование более гибких форм и методов руководства, хозрасчета и товароденежных отношений, всего арсенала экономических рычагов и стимулов. Вот в чем принципиальная суть перестройки. В единстве усилий центра и мест, в разнообразии и эластичности социалистических приемов хозяйствования, в широком развитии инициативы масс надежный ключ к успеху. В социалистических условиях основным критерием оценки работы любого хозяйственного звена должно быть достижение самых лучших конечных результатов. Обеспечение наиболее полного удовлетворения общественных потребностей. На это нужно нацелить всю систему управления, весь хозяйственный механизм. Если говорить сжато, то предстоит преодолеть диктат производителя над потребителем и сжить дефицит как средств производства, так и предметов потребления. Сделать экономику динамично сбалансированной и максимально восприимчивой к научно-техническому прогрессу. Обеспечить жизненную заинтересованность в этом всех звеньев народного хозяйства. Их неотвратимую ответственность за внедрение новейших достижений науки и техники за выход на передовые в мире рубежи. Вы знаете, что над решением этих проблем активно работает политбюро ЦК. Все новые отрасли включается в крупномасштабный экономический эксперимент. Но как мы условились на апрельском пленуме ЦК, от эксперимента надо переходить к созданию целостной системы хозяйствования и управления. Кстати, когда я был в Ленинграде, то обратил внимание на одну реплику, я о ней нигде не говорил, а можно сказать. Когда мы повторяем, что мы проводим эксперимент там-то и в таких-то целях, затем еще говорим, что мы проводим эксперимент, то у народа начинает возникать тревога. И вот в Ленинграде говорят, ну они, говорит, вместо того, чтобы решать по-настоящему дело, они теперь, говорит, от нас скрываются, отговариваются тем, что проводят эксперимент. И вот идут годы, идут эксперименты, а все по-старому. Быстро улавливает народ по ним. Существо схватывает. Если мы будем год, два, три, и все повторять, что мы эксперимент, идем, расширили еще на две-три отрасли и так далее, но не будем вырабатывать целостную систему, которая бы позволила в единый организм на основе внедрения новых принципов в хозяйственное управление объединить все наше народное хозяйство, дело не пойдет вперед. Разработка такой системы должна быть завершена в короткие сроки, чтобы в 12-е пятилетки перевести все отрасли народного хозяйства на новые методы управления и хозяйствования. Начинать надо с верхних эшелонов. Срезвычайно важные задачи, связанные с научно-технической революцией, требуют существенного улучшения планирования и радикального повышения роли и ответственности Госплана СССР как центрального звена управления плановой экономикой. Требуется на деле реализовать ленинское положение о превращении Госплана в научно-экономический орган страны, сосредотачивающий крупных ученых и ведущих специалистов, чтобы мы, говоря словами Ленина, имели широкие планы, подкрепленные техникой, подготовленные наукой. Пора, например, изменить положение, при котором план по новой технике существует как бы сам по себе, не имея определяющего влияния на показатели экономического и социального развития. Напротив, он должен стать как бы несущей конструкцией всего плана. Ведущие места в планах должны занять качественные показатели, отражающие эффективность использования ресурсов, масштабы обновления продукции, рост производительности труда на основе достижений науки и техники. Следует завершить переход планирования на нормативные методы и при определении затрат, и при формировании заданий по эффективности и удовлетворению общественных потребностей. Именно такой подход создает предпосылки для хозяйственной деятельности предприятий и объединений, дает импульс инициативе творческой деятельности трудовых коллективов. Тем самым будет быстрее осуществляться переход от административных к экономическим методам хозяйствования. Возникает также вопрос о месте и роли комитета по науке и технике. В ЦК КПСС поступает много критических замечаний в адрес этой организации. Совету министру надо четко определить компетенцию комитета. Очевидно, на комитет надо возложить ответственность за осуществление контроля за научно-техническим уровнем отраслей народного хозяйства в соответствии нашего производства лучшим мировым достижениям. Не подменяя ни плановые органы, ни министерства, он должен сосредоточить главное внимание на прогнозировании, выборе и обосновании приоритетных направлений развития науки и техники, формировании задела исследований и разработок как базы для принятия прогрессивных плановых решений. Этому должна служить комплексная программа научно-технического прогресса. Товарищи, со всей определенностью надо сказать, научно-технический прогресс не получит ускорения, если не будет поднята роль основного производственного звена объединений и предприятий, не будет переориентирована их деятельность. Центр тяжести всей оперативно-хозяйственной работы нужно перенести на места, в трудовые коллективы, починив объединение предприятий, как правило, напрямую министерством, то есть перейти на двухзвездную систему управления. Под этим углом зрения предстоит всесторонне рассмотреть деятельность каждого производственного объединения, уточнить их структуру, выделить лидеров, отвечающих уровню современных требований, с мощным научно-техническим потенциалом. Их следует развить в первую очередь, передавая им подчинение те предприятия-организации, которые работают менее эффективно. Многие помнят, что в свое время при организации объединений была дана установка создавать их на базе предприятий, независимо от ведомственной или территориальной принадлежности последних. Но на деле объединения создавались даже не в рамках отраслевых министерств, а в рамках ВПО. При таких ограниченных условиях естественно не удалось сформировать рациональную и эффективную сеть объединений. Сейчас надо всячески поддержать образование межотраслевых объединений. Дело это перспективное, о чем свидетельствует и опыт братских стран, и в первую очередь ГДР. Как видите, товарищи, сама жизнь по веску дня поставила вопросы дальнейшего совершенствования ориенционной структуры управления народным хозяйством. Кстати, на встрече в Центральном комитете партии эта проблема неожиданно, на наш взгляд, но это как раз именно на первый взгляд, поверхностный взгляд, была остро поставлена. А в чем дело? И особенно со стороны тех предприятий, которые начали переходить на новые методы хозяйствования. А дело в том, что министерство в нынешнем виде, как они функционируют, как они руководят предприятиями, объединяем входящие в их подчинение, не заинтересованы в экономическом эксперименте, эксперименте, и особенно во внедрении тех принципов, на которых мы осуществляем эксперимент. Ведь главная мысль расширить самостоятельность и поднять ответственность предприятий и добиться высоких конечных результатов. Министерство с помощью еще Госкомитета по труду Минфина, а в некоторых случаях и Госплана, обладает огромным опытом и способностью всех запеленовать и так интерпретировать решения ЦК и правительства, что после их применения и после всех рекомендаций остаются от этих принципов рожки до ножки. Если аплодируют и министры, то тогда лед тронулся. Перестройка организационной структуры и управления не даст должного результата, если ее органически не увязать с усилением хозрасчета экономических рычагов и стимулов. Нам нужен механизм, реально обеспечивающий преимущество трудовым коллективам, добивающимся успехов в ускорении научно-технического прогресса. Нам нужен механизм, который делал бы выпуск устаревшей и неэффективной продукции невыгодным и наказывал бы экономически и руководство, и трудовой коллектив, а в камнечном счете приводил к ухудшению показателей работы предприятий. Особые преимущества следует дать тем коллективам, которые производят лучшую и конкурентоспособную продукцию, успешно соперничать на мировом рынке. Такие коллективы должны иметь в своем распоряжении больше средств на производственное и социальное развитие, на оплату труда. Необходимо существенно улучшить всю систему стимулирования предприятий за производство изделий на внешний рынок. В этих целях требуется, во-первых, принять меры усиливающие воздействие потребителя на технический уровень и качество продукции. Возможности выбора ими лучшей продукции могли бы быть расширены за счет организации конкурсов между предприятиями и с готовителями, за счет развития по мере накопления ресурсов оптовой торговли, повышения роли прямых связей и хозяйственных договоров. Во-вторых, следует коренным образом усовершенствовать ценообразование с тем, чтобы оно способствовало успешной реализации экономической политики, быстрейшему внедрению все нового, передового, буквально заставляло хозяйственникам непрерывно совершенствовать технику и технологию, повседневно решать задачи ресурсосбережения, строго соблюдать режим экономии. Тут далеко еще не все решено. Сколько раз говорилось о том, что цены на высокоэффективную, лучшую продукцию должны обеспечивать высшую рентабельность и делать невыгодной, неэффективную, худшую продукцию. В-третьих, мы должны на деле перевести объединение и предприятие на полный хозрасчет, резко сократить число централизованно устанавливаемых плановых заданий. Научно-технический прогресс требует большей свободы и гибкости в принятии решений на уровне объединений предприятий. Ведь внедрение прогрессивной техники органически связано с отбором вариантов, быстрой реакцией на новое, заинтересованностью в конечном результате. Пока же объединение предприятия не распоряжается в полной мере своими финансовыми ресурсами и не могут самостоятельно выбирать наиболее рациональные пути ведения хозяйства и повышения эффективности. Во время встречи в ЦК КПСС с руководителями предприятий некоторые товарищи демонстрировали с трибуны свод плановых показателей. Это пухлые тома, товарищи. Причем оказалось, что каждое министерство и даже ВПО произвольно включает планы многие ненужные показатели. Пора навести здесь законодательный порядок и жестко установить перечень показателей утверждаемых в плане. Деятельность предприятий объединений все в большей мере должна регулироваться экономическими нормативами. Усиливая ответственность объединений предприятий за повышение технического уровня производства и качества продукции, надо дать им возможность самим зарабатывать необходимые для этого средства и самостоятельно ими распоряжаться, расширив границы и права в использовании фонда развития, амортизационных отчислений, дополнительные прибыли, кредита. Важно только выделять в первоочередном порядке под эти средства современное оборудование, подряды строительно-монтажных работ и соблюдать установленный порядок использования валютных отчислений от поставки продукции на экспорт. Кое-что здесь удалось сделать уже в ходе крупномасштабного экономического эксперимента. Возможности объединений предприятий были несколько расширены, но в значительной степени они так и не смогли реализовать свои замыслы, поскольку плановые финансовые органы, министерства и БПО обусловили использование фонда развития производства такими дополнительными требованиями, что по существу свели на нет права предприятия. В-четвертых, надо установить тесную связь между результатами работы коллектива и системой оплаты труда. Сейчас уровень оплаты труда практически не зависит от эффективности, от того, хорошая или плохая продукция производится. А здесь должна быть прямая связь. Речь фактически идет о распространении принципов коллективного патриада на деятельность объединений и предприятий. Важно смелее идти на широкое создание во всех отраслях укропненных комплексных возрасчетных бригад, нацеленных на конечные результаты производства. Превратить их уже в ближайшие годы в основную форму хозяйствования на предприятиях и в организациях. Назрела необходимость навести порядок в использовании средств для премирования трудовых коллективов и работников за успехи в ускорении научно-технического прогресса, в быстром внедрении новейших достижений. Система материального поощрения у нас чрезвычайно запутана, громоздко и неэффективна. Одновременно действуют десятки различных форм стимулирования. Многие уже свыклись с тем, что нередко премии рассматриваются как какая-то механическая добавка к заработку, выплачиваемые всем без исключения, независимо от клада конкретно работника достигнутые результаты. Так торжествует уравниловка, теряется стимулирующая роль премии. Госкомитет по труду и социальным вопросам и ВССПС должны разобраться в этом деле и внести обоснованные соображения. Сейчас подготовлены предложения по широкому внедрению новых методов хозяйствования, где предусмотрены дополнительные меры, направленные на повышение эффективности производства, качества продукции и особенно ускорение научно-технического прогресса. Эти меры будут в ближайшее время рассмотрены на политбюро. Надо смело устранить все отжившее, чтобы в полную силу заработал, так сказать, противозатратный хозяйственный механизм, который стимулировал бы развитие экономики, буквально бил по рукам нерадивых хозяйственников, любителей вырвать у государства побольше ресурсов и капиталовложений и дать поменьше. Словом, предстоит очень серьезная работа над совершенствованием системы управления хозяйствами. Мы не можем откладывать сроки проведения этой работы, ибо понимаем, что не создав новые экономические и организационные условия, нельзя по-настоящему ускорить научно-технический прогресс. Товарищи, говоря сегодня о партийной работе, адресуясь в первую очередь к секретарям ЦК Компартии Союзных Республик, Крайкомов и Обкомов, всем коммунистам, хотел бы еще раз подчеркнуть. Время изменилось. Оно предъявляет к партийной деятельности, ее стилю, методам и результатам, а значит и кадрам новые требования. Партийная работа имеет дело с решающим фактором всех перемен, человеческим. Отсюда ее главная установка осуществить перелом в умах и настроениях кадров сверху донизу, сконцентрировав внимание на самом важном научно-техническом прогрессе. Весь опыт партии говорит, мало что можно изменить в экономике, управлении, воспитании, если не осуществить психологической перестройки, не выработать желание и умение мыслить и работать по-новому. Истина, казалось бы, простая, но осознание ее нашими кадрами и не только хозяйственными продвигается пока с трудом с оглядкой. Но надо сказать, товарищи, что в данном случае речь идет о долговременной политической линии. И ни одна из проблем, которые мы обязаны решать сегодня, не может быть отложена на завтра. Нельзя медлить, нельзя выжидать, ибо времени на раскачку не осталось, оно исчерпано прошлым. Надо двигаться только вперед, набирая скорость. Нужно всячески стимулировать современные подходы к социально-экономическим, научно-техническим и идейно-воспитательным проблемам. Я бы сказал, углублять понимание обстановки, крепить дух самокритичности и деловитости. Определяющим является тот настрой, та атмосфера, которую сумеют создать повсюду партийные организации. Прочность партийного барьера всяческой осталости, ведомственным и местеческим перекосом, безхозяйственности и расточительства. Ускорение научно-технического прогресса требует кардинального изменения ситуации, сложившейся с инженерно-техническими и научными кадрами. В последнее время по этому вопросу в ЦК КПСС сообращались академики Муровцев, Прохоров, Ишлинский, Тучтевич и другие товарищи. Они выражают обоснованную тревогу за состояние подготовки научной смены, падение престижа инженеров, сокращение притока талантливой молодежи в сферу технической и научной деятельности. Все это в немалой степени связано с серьезными недостатками подготовки и использования кадров специалистов с перекосами в оплате труда. Очевидно, назрела необходимость серьезной перестройки высшего и среднего специального образования. Следует продумать меры по повышению общественного признания научного инженерного труда, усилению в нем творческих начал, поднять техническую оснащенность, внедрять автоматизацию технологических и проектно-конструкторских работ. Предстоит поднять заинтересованность научных, инженерно-технических работников в результатах труда, стимулировать качественное выполнение работ с меньшей численностью и на этой основе повышать уровень их оплаты. Первые шаги в этом отношении, как вы знаете, ЦК и правительством уже предприняты. С учетом быстрого обновления условий современного производства особую актуальность приобретает систематическая работа по переподготовке хозяйственных и научно-технических кадров. необходимо улучшить подготовку и переподготовку рабочих, особенно по новым специальностям, которые рождаются в ходе осуществления научно-технического прогресса. Необходимо не откладывая подготовить такие меры. Эти меры должны сочетаться со значительным расширением сферы применения квалифицированного труда и сокращение зон неквалифицированной тяжелой и вредной работы. Нам надо усилить партийное влияние на весь ход научно-технического прогресса, укреплять партийную прослойку на ее решающих участках, больше уделять внимание работе в коллективах научно-исследовательских проектно-конструкторских организаций, технологических служб, научно-технических обществ. Опыт показывает, что удачной формой партийного руководства научно-техническим прогрессом являются советы содействия научно-техническому прогрессу при ЦК компартии союзных республик, тройкомах и обкомах горкомах партии. Хотел бы сказать о партийных организациях министерств. Очевидно, причины многих недостатков и просчетов, о которых мы говорим, кроется в том, что партийные комитеты министерств кое-где утратили политическую страту, восприятие и решение наиважнейших социально-экономических вопросов устранились от контроля правом, которым они наделены уставом КПСС. Трудно поверить, что партийные организации министерств, где дела идут неважно, не видят недостатков и резервов для улучшения дела. Партийные комитеты министерств, будучи полномочными представителями партии, обязаны резко активизироваться, повышать порядок и ответственность коллектива, конкретно с партийных позиций взяться за кардинальные вопросы развития той или иной отрасли. Сказать откровенно, не припомнится случай, чтобы какая-то партийная организация какого-то министерства в принципиальном плане перед ЦК КПСС поставила вопрос о положении дел в отрасли. Не припомнится. Новая техника будет мертва без нового отношения к труду и дисциплине, без высокого уровня культуры работы. Решительный поворот народного хозяйства к повторению научно-технического прогресса требует столь же решительных мер по укреплению организации и порядка во всех звеньях производства и управления. Требовательность и еще раз требовательность вот главное, что диктует нам сложившаяся ситуация. Более веское слово должны сказать и коммунисты, работающие в органах народного контроля. Обстановка требует, чтобы социалистическая система народного контроля работала более активно, бралась за крупные социально-экономические проблемы, не давала благодушевствовать тем руководителям, которые перестали родить государственные дела. Обширное поле деятельности, конкретное и ответственное, открывается и перед идеологической, пропагандистской работой. Под все наши задачи необходимо, как учил Ленин, подвести достаточно широкую и солидную базу убеждения, заинтересовать них миллионы и миллионы трудящихся. Научно-технический прогресс это жизненно важное дело, оно отвечает интересам всех, позволяет каждому широко раскрыть свои способности и талант. Мы рассчитываем на высокую творческую активность и мастерство нашего рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, инженеров и ученых. Особенно многого мы ждем от молодежи, от ее энергии и пытливого ума, интересов ко всему новому и передовому. Идейное политическое воспитание во всех его формах должно быть максимально сопряжено с жизнью, с задачами ускорения социально-экономического развития нашей Родины. В этом суть изменений, которые необходимо внести сегодня в идеологическую работу. Но разворачиваться в этом направлении надо энергичнее, не терять времени. Товарищи, перед нами громада дел, дел новаторских, масштабных, трудных. Сумеем мы с ними справиться? Центральный комитет уверен, что сумеем, обязаны суметь. Но это потребует от каждого большой работы мысли, напряженного труда, огромной собранности, сознательности и организованности. Не в традициях партии, не в характере советского народа страшится сложности задач, отступать перед трудностями, расслабляться и самоуспокаиваться, особенно у переломные ответственные моменты в жизни страны. Когда Республика Совета в неимоверно трудной обстановке делала первые шаги к социализму, Ленин с уверенностью писал, вылезем, ибо не приукрашиваем свое положение, знаем все трудности, видим все болезни, лечим их систематически, упорно, не упадая в панику. И сегодня глубокая вера в творческие силы рабочих, крестьян, интеллигенции, в высокий моральный дух и волю народа питает оптимизм партии. Но оптимизм никого не освобождает от работы. Потрудиться придется основательно. Политика КПСС активно поддерживается всем обществом. С идеями, начинаниями и планами, с которыми партия идет своему 27 съезду, советские люди связывают большие надежды. Долг партии коммунистов оправдать их, показать, что мы беремся за дело всерьез. У нас хватит сил и твердости, чтобы, опираясь на живое творчество народа, укрепляя союз науки и труда. Добиться того, чтобы слово не разошлось с делом, а это у политики в жизни главное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На совещании выступили член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины Украины товарищ Щербицкий, генеральный директор Ивановского станкостроительного производственного объединения товарищ Кабаидзе, член политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Министров РСФСР товарищ Воротников, Вице-президент Академии наук СССР Академик Велихов, член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского горкома партии товарищ Гришин, Генеральный директор производственного объединения Омск Шина товарищ Будеркин, первый секретарь Ленинградского обкома партии товарищ Зайков, кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии товарищ Шаварднадзе, председатель колхоза Большевик Ордынского района Новосибирской области товарищ Бугаков, первый секретарь Челябинского обкома КПСС товарищ Ведерников, министр приборостроения средств автоматизации систем управления товарищ Шкабардня. 12 июня совещание продолжит работу.